привет-привет привет-привет привет, мои хорошие привет сегодня у меня вкусный-вкусный зубчик такая большая тарелка это я приготовила себе вьетнамский суп во по-моему, он называется еще во-бо ну, правильно по-вьетнамски вот, я готовила его первый раз именно сама я его, конечно же, пробовала в Вьетнаме когда была вот готовила я сама его впервые на говяжьем бульоне с говядиной вообще буду с вами вместе пробовать у меня здесь палочки и ложечка для бульона ложечка для бульона ложечка для бульона ну что будем с вами вместе я буду с вами вместе пробовать его так вообще во Вьетнаме мне он очень понравился вьетнамцы его едят я знаю, и на завтрак тоже вот так вот суп на завтрак потому что он такой легкий при этом сытный и очень хорошо убивает жажду да у меня здесь такая лапша он еще горячий я вот зубы ушала а честно, боялась что остынет вот поэтому бегом вот конечно, он у меня такой больше в общем, не совсем такой как его готовят в Вьетнаме потому что у меня нет такой зелени как у них но очень похож давайте пробовать не зря у меня здесь салфетки ох не зря я еще салфетки потому что я не знаю это дело по рецепту и там вот что можно добавить для вкуса ковядина она долго варилась целый день нужно варить ковядину чтобы она была волокнами чтобы она была такой легкий, но при этом очень сытный с зеленью попробуем бульон кто давно смотрит мой канал уже думаю заметили, что я люблю готовить но я не прямо каждый день самовар кастрюлю я это делаю все равно по настроению иногда у меня его нет иногда хочется что-то интересное добавлю все-таки суевый соус плюсы готовить самой в том, что ты знаешь из чего из каких продуктов все приготовлено ты уверен в том, что все свежее качественное вот я, конечно, не говорю, что я ни в каких заведениях не кушаю конечно но тут хотя бы ты знаешь, как это приготовлено я вот сейчас стараюсь без масла поэтому это рисовая лапшичка очень вкусная специальная есть фунчоза она потоньше на тебе было написано, что она для супов что она для супов сейчас я ухвастаюсь давай мне нравится очень вкусно прикольно вкусно возможно, кому-то будет немного брызновато да? тогда можно добавить специи на вкус честно скажу, что с появлением на моем канале я начала себя баловать все новыми и новыми вкусными блюдами действительно хочется что-то необычное так бы я не заморачивалась ой да, соевым соусом как раз таки как надо очень вкусный стал вот этот бульон действительно надо было соевый соус добавить да 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 в принципе я вот так вот что-то готовлю думаю, блин я потом еще раз это приготовлю вкусно 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 вот я сейчас наемся этого супа да, и надо будет где-нибудь в суши ну, в японском ресторане в общем или в китайском попробовать прям вот у них суп этот как они его готовят единственное почему в кафешках они же по-любому в ресторанах мне кажется вот в такие японские блюда добавляют усилитель вкуса потому что вот сейчас куда ни блюнь везде блин эти усилители вот вот как раз таки во Вьетнаме этот суп без всяких добавок без всяких у них там все натурально они очень очень за этим следят и поэтому там вот как раз таки без всяких усилителей просто в маленьких кафешках прям около дороги просто вот этот суп не ну есть конечно и в нормальных больших но просто я что поняла когда там была что они его видимо готовят на всю семью может быть и заодно как бы продают ну потому что там такие большие чашки варят чтобы вот такая вот говядина была разваристая да получается ее на маленьком огне где-то часа четыре варила точно я там читала что некоторые вообще целый день так вот варят и варят не знаю а почему не это? так ну мне понравилось не знаю прикольно что-то новое прикольно что-то новое я попробовала мне понравилось я советую это то, что да я действительно вам советую попробовать приготовить вкусно полезно потому что тут ничего жирного нет в какой-то степени даже необычно что-то такое не бургий а суп вот ну и такой легкий вообще я хотела в глубокую тарелку такую как чашку налить но она у меня, к сожалению, белая боялась, что опять будет вам отсвечивать ну и так мне кажется лучше видно что тут плавает бульон этот прям очень вкусный не такой говядина долго ворьется новористый себе напиток никакой не стало мать потому что тут целое вкусное бульон я обычно как-то когда суп ем ни тем не забиваю ну как бы это же суп я просто знаю, что некоторые еще и забивают вот но я нет а вы забиваете суп? в смысле когда едите суп берете с собой какой-нибудь напиток напишите в комментариях кто так делает интересно много таких людей или нет я просто от того человека точно знаю его не в косичках что значит у меня новенького завтра 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 я иду на губы красиво вам сказать завтра буду подкалывать немного губы возможно вам покажется что это ненужная процедура для меня возможно кому-то так покажется но я уже подкалывала это было я не помню но не так давно так полгода мне кажется еще не пошло и в общем я подколола и все ушло на увлажнение губ и объемы как такового совсем немного добавилось мне хотелось чуть-чуть побольше хочу чуть-чуть повыразительнее именно верхнюю губу вот я буду делать немного возможно они у меня опять отекут на пол лица за путов это временный эффект я потерплю зато потом у меня будут красивые чувственные губы губы честно признаться мне нравится кушать палочками ну правда прикольно я когда одно время почти все этими палочками кушала это когда я приехала как раз таки с Хайнань у меня первое путешествие было на Хайнань и там же палочками все кушали и вот у меня потом был дома тоже все кушали палочками ну что, там есть немного вопросов давайте отвечаем вопросы на следующий мукбанг первое предавали подруге ну да вроде нет может быть и предавали но я об этом не знаю ну что вы знаете меня какая-нибудь подруга предала подставила что-то там по-крупному у парня такого не было возможно где-то там мне предавали сплитни распускали но я ни о чем ни о таком не знаю и конкретно кто тоже не знаю мне как-то не очень интересно это и было кто со мной общается мы дальше общаемся я поэтому не знаю да я не особо знаете кто если там сплитни распускают но пускай мне как-то что-то второе у кого из асмр артистов любишь смотреть? ой я где-то уже отвечала что я люблю смотреть Miracle Китти Клав Блэкитти гейблэк вот я их смотрю но сейчас на самом деле реже смотрю потому что потому что у меня как-то так я не знаю вроде бы я не занята ничем таким прям большим но у меня как-то все очень ошивленно я же говорю что тут еще и в зал начала ходить наконец-то вот ну опять стала чуть больше устава сейчас как-то меньше смотрю ну вообще люблю да особенно как обычно перед сном сейчас просто видимо из-за того что у меня физнагрузка я лучше засыпаю прям почти отрубаюсь поэтому как-то так 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 вопросы для следующего мукбанга первое не хотела бы покраситься или сделать каре вообще как-то изменить прическу или пока не готова к переменам ой 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 я вообще по-моему уже говорила где-то где-то я имею в виду в каком-то измукбанг что я бы на самом деле хотела бы постричься или может быть я это хотела сказать не сказала в общем я хотела бы себе каре честно вот сейчас очень модно знаете такое прямое но я так долго растила свои волосы правда что мне каждый раз жалко просто тупо жалко я вот смотрю на эти фотографии девочек им так красиво с этой стрижечкой такие модненькие стильненькие я вроде тоже думаю мне наверное пойдет но блин надо опять их растить и вроде и концы да уже такие позитенные да не скажу что у меня прям хорошая структура идеальная волосы нет они у меня так же и секутся но пока максимум на что я решилась это подровнять кончики и по всей длине знаете можно это позитенные волосы убрать ну вот пока только так еще даже этого не сделала планирую вот после зимы потому что зимой все равно мне кажется волосы подвергаются этим холодам хуже а вот весной можно чуть-чуть тихо облагородить с короткими я не могу сделать на мердеже косички потому что я хочу пемкаре с такой стороны я могу такие противоречки сделать ой тут такая палка в концах я вот и хочу и что-то не знаю не настал еще тот момент потому что я обычно сильно чего-то хочу я это делаю видимо еще не сильно так, дальше второй вопрос не хотела бы снимать что-то другое про косметику, макияж, влоги, распаковки и т.д. не в жарной кле асмр ну каждый вопрос такой ну я если честно, об этом еще даже не думала то есть это я думать-то, конечно, думала но я не рассматривала это как возможный вариант вот на сейчас потому что я сейчас развиваю канал в жаре асмр так возможно возможно потом когда-то я захочу попробовать что-то новое сейчас у меня цель набрать побольше количества подписчиков вот и сейчас у меня цель после того, как я наберу хочу прямые эфиры да стримы проводить вот пока к этому идем если будут какие-то изменения я думаю, вы об этом знаете самый первый ну как-то так следующая была на море Краснодарского края если была, то где и какие впечатления я с клинчика в клинчике, наверное, супер, да я была по-моему знаете в клинчике я тоже была когда была маленькая в санатории в общем я была если я просто не помню именно там или нет не хочу вас обманывать а вспомните сейчас пока в общем я была не помню конкретно где в санатории была когда была в санатории то есть я была маленькая еще ну и была в Сочи когда в Сочи я была где-то в 2012 году вот в Петлине всегда хорошая где тепло всегда хорошо ну не знаю я люблю тепло для меня зима мне прям тяжело если честно я иду аду сильно не люблю но зима это явно не мое где тепло это это по мне впечатления только позитивные но было давно как видите да получается давно так менять ситуацию надо поехать отдохнуть вот скоро лето не знаю там с границами но уже вроде да снимают всякие мер ограничительные уже и путевки появляются да в Турцию пока холодно ехать я не вижу смысла но вот когда потеплеет мне нравилась Турция я была там один раз но у меня очень положительные впечатления ну и кстати в Сочи тоже у меня положительные впечатления так что летом точно куда-нибудь может быть раньше но надо конечно надо отдыхать у нас вот у меня в городе мне вот я была не так давно у врача то есть ничего серьезного я просто обследовалась у меня просто недостаток витамина D я вот сейчас его пью потому что нету солнца вот этот вот заморозки постоянные нету раньше я пила витамин D в профилактической цели да там 4 капли а теперь уже 14 потому что у меня прям его нехватка мне нужно солнышко а солнышко нужна я я так считаю я так считаю уже приходится прям витамин кипит ну как бы я раньше вроде витамин кипит ну как вроде я то пью, то бросаю то бью, то бросаю какое-то время пью потом забываю все потом опять начинаю вот так пью наверное, хорошо жить где-нибудь, где тепло действительно вот прям жить отдыхать, конечно, тоже хорошо проезжать жить, наверное, просто представляете постоянно солнышко вечером гулять можно блин не, ну мне тоже можно вечером гулять но просто одно дело когда ты гуляешь то есть легкий летний ветерок знаете ты такой в шортиках ешь даже будешь в джинсах когда вечер холодает ты прямо тешь гуляешь наслаждаешься и такое дело когда ты в шубе в штанах с натесом идешь весь такой быстрый можно, конечно, погулять но нос быстро мерзнет я вообще не люблю когда мерзнет нос сухие сухость мне сухость что последнее мясо у меня тут? есть еще одно а не последнее есть еще одно уши падает очень, конечно, очень вкусно мне прям нравится я тоже, наверное, раз в четыре сказала просто я вместе с вами пробую, я даже не знала, как в итоге получится я тогда говорила, что бульон я уже подхожу и попробую я думаю, что вроде варился вроде нет ладно, ребята спасибо, что вы зашли на мой канал спасибо, что заставили мне компанию оценка из десяти восемь ну, больше даже девять вот так всех люблю до следующего пока пока пока-пока пока пока пока